Ну что, welcome back to my channel, господа мормоны! Вот вы снова на канале Мармышенко СПБ. Не был я на рыбалке уже более двух недель. Две недели я был в командировках по Ленобласти. Вчера вернулся, пошел сразу же в СДЭК, забрал свою новиночку Матага 602. С тестом, заявленным сборщиком 0,3-1,8 грамма. Прикупил я инструментик микроджиговый. Посмотрим, что он из себя представляет. Ветрище нескончаемый, дующий в лицо. Сегодня 5 метров в секунду. Юго-восточный. Дует он мне и навстречу, и в то же время вбок. Заброс производить невозможно. Шнур 0,04 нанофил. Мармышка 0,75. Решил попробовать начать с этого веса. Ну и потом посмотреть, опуститься до микроджигового, там полтора грамма. Посмотреть, как эта палочка будет на этих весах. Но с таким ветром, чувствую, я ни черта не протестирую, не проверю. Поэтому не знаю, что делать. Наверное, пойду я сейчас на мост. Перейду на ту сторону. А та сторона подветренная. Попробую там прогуляться по набережной, в сторону дворцового моста. Палочка прикольная, строгенькая. По сравнению с 662 она построже. Сама то, микроджиговая такая палочка. Сказал бы, что экстрафакинг фаст. Но чувствуется, что строгость в ней есть. Да, конечно, 0,75 против такого ветра кидать не очень. Надо либо сразу утяжеляться тогда на полтора грамма. Тестировать ее на этих весах. Но соскучился я по мормышингу. Работа что-то легенькое, деликатное. Можно попробовать вот сюда под мостик спуститься. Так, что здесь по берегу? Видно, вроде камушки. Как всегда, всякие железяки на дне. Эх, можно, конечно, здесь цепануться, оторваться. Но давайте попробуем. Сделаем сейчас несколько забросов под мост. Глядишь, может, какой мыть окунь здесь и тусуется. Правда, кидать мне неудобно будет. Как-то вот так вот с угла надо. Но и, как говорится, не отступиться бы и не шмякнуться в воду. Здесь-то мне не охота искупаться, если честно. Вообще никак. Тут меня унесет. Я уже и не вылезу никуда нафиг. О, есть поклевка. О, хороший. Хороший. Нет, не хороший. Нормальный. Так что кушок есть. Да, чуйка у палочки. Все есть. Почувствовал в руку, как говорится, ударчик. Окунька. Сейчас вдруг, подожди, перчатки. Какой-то первый нашел вторую мотажку. Да, мотажка заломанная в комле. Здесь у нее такой классный, прям потрясающий бандажик. Мне прям понравился. Так сделано качественно. Мотаги. Фишинг локшоп. Классно. Профессионально так не просто там подчинили. Потом цена смешная. За нее досталась она мне за 9К. С таким заломом. Так что я счастлив получить японский бланк-мотажку. Микроджиговую 602 за такую цену. И практически этот залом на стройпалке никак не влияет. Так как он на комле, не на вершинке где-то. Прям я очень рад этой покупочкой, конечно. Ну, осталось только понять для себя, нужна ли она мне вообще в принципе. Микроджиговая. Поэтому, как бы я все время ловлю уж весами до грамма. Мне хватает для этого того, что у меня есть в арсенале. Но тут, а все, зацепился за какую-то железяку. О, отцепился. А тут вдруг решил взять что-то потяжелее. Но заставить себя психологически поставить что-то потяжелее не могу. Вот он вышел с микроджиговой палкой. Один фикодел 0,75 грамма. Вольфрамовую чебурашечку червячка. И продолжаю ловить теми же весами, которыми я могу в принципе справиться. И 662 своей мотажкой. Ну, посмотрим. Следующий сезон покажет. Можно... И вдруг мелкий схватил еще и зацепился за какую-то там железячку. Да, здесь на затишке на таком стоит рыбка. Перепад течения здесь идет. А у берега более-менее такой затишочек. Тут вот рыбка и стоит. Да, в Неве микроджиг, конечно, это зло. Но все покрыто камнями, железяками, арматуринами. Что тут только нету. И донные проводки это просто смерть оснастки, зацеп и обрыв. Поэтому я и не полюбил микроджиг. Потому что все-таки мормышингом я в пелагике ловлю. И все прекрасно. Есть. Момофильчики, поклевочки. Все чувствуется в руку. Маташка есть маташка. Как же классно под этим берегом спрятаться от ветерка. И половить матросиков. Шикарно. На червяке висит, даже за крючок не схватил. Ты мой сладкий. Прости, упал на каменную набережную. Есть. О, хороший кто-то. О, ага, хороший. Это я его, видать, из травы вытаскиваю. Так бланк прогибается, будто там... Да, там, видать, травка. Ну да, на мормышке. Видно. Травка зацепившаяся. Это, значит, травка. Вот она у него. Опа, давай. На выходе из травы он все-таки схватил. Так, сейчас стой. Брат, я, пальцы, пальцы. Эх, не на той перчатке, пальцы-то открою. Да иди ты сюда. Да, давайте тогда это и возьмем, а этой освободим. Такой вот небольшой окушок. Есть. Все. На этом окушке меняем сейчас на мотылика Беркли. Еще говорят, что осенью рыбка осторожная. Ей нужен флюрик там или лесочка. Шнур она боится. Ну вот, на нонофил, на 0,4 прекрасно рыбка ловится. Так, меняем приманочку, да? Так. Червячок себя великолепно показывает. Но хочется поэкспериментировать. Хочется попробовать мотылика. Сейчас еще несколько забросов и сменим мотылика. Как-то пока на него, на этой точке, менее эффективно. О, первый окунь на мотыля, да? Или какой? Я уж запутался. Ну вот такой вот окушок. Все-таки. Давай, друг. Так. На, на, миножку, да? В каком цвете есть? Вот в каком-то карамельном, не карамельный, непонятный цвет. А есть, что есть? Есть в таком, в каком-то фиолет, не фиолет. Вот, появился, попробуем надеть. Ну, давайте, кабанчики. Сто-граммовики, которые тут стеснялись всяких червячков ловить, видите ли, на течении. Сейчас вот ваш выход. Рыбки плавают, малючки. Вкусные, аппетитные. Эх, я не о таких размерах-то говорю. Парень, ты вообще внимательно слушал, когда говорил? Ты сам еще малек. Какой тебе малек? Да. Да, опять такой же. Он, прям в траве тоже заприметил рыбку. Так. Давай, 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 давай. Ну. Есть полосастик. Да, подожди ты, подожди. Перчатки, что ли, снимать, ну, все, нет. Не придется. Есть потолще чуть-чуть, пацан. Ну, или мадам. Ну, уже до 30 грамм увеличились с 10-ти-то по размеру рыбки. Эх, пока рассуждал. Приманка коснулась с дна, я поймал водоросль. А может, тряпку какую. Ну, что-то поймал, и оно тащится. Такую палочку поймал. Интересно, там всех распугал, кто стоял. Какой джавик. Ловишь ты, сходу поймали. То, что не ловили до этого. У берега был тычок. Вот он, бау. Мелкий. А что, откусил, что ли, мне? Блин, он не откусил джавика. Посмотрите, какая хрень тут осталась. Доловил на эту штуку. Обалдеть. Даже на эту штуку рыбка клюнула. Так, ладно, все. Хорошими экспериментами заниматься. Половили тем всем. Ставлю своего червячка. И все. Несколько забросов здесь. На него и идем дальше. Куда-нибудь еще, может, на одну-две точки доберемся. Да и можно уже возвращаться домой. Половили рыбки. Удовольствие получили. Померзли. Есть. Из травы хорошего. Зацепил. Не знаю. Высоко поднимать, ребятки. У меня кушок такой грамм под 150. Ну, в принципе, нанофил-то выдержит на 0,4. Лишь бы мормышка ему там хорошо засеклась. Да, окунь это вам не плотва. Будет дергаться до победного. Давай пробуем. Опа. Ее, бэйби. Да, где трава, там и рыба. Взвесить бы тебя не мешало, дружка такого. Опа. А мы это и сделаем. Висы-то у меня всегда с собой. Брат. Ну, думаю, грамм 135. Будет окушочек. 140. 140. Так что, практически угадал. Блин, сфоткать? А, у меня фотоаппарат не работает на телефоне. Так что я тебя не сфоткаю. Эх, давай. Я в свободе, словно птица в небесах. Я в свободе, я забыл, что значит страх. Есть. Поменьше, друг. Но тоже поприличнее, нежели те возле моста. Хотя нет, такой же. Мда. Опа. Опа. Субтитры создавал DimaTorzok